привет сегодня хочу поговорить на такую тему вот почему у меня мой канал называется астро ольга немножко хочу рассказать о себе назвала свой канал потому так потому что одна из моих тем таких моих хобби можно сказать мое увлечение это астрология астрологии я начала увлекаться еще с детства где-то лет не знаю в 11 12 уже меня тянуло ну я не могу сказать это да не понимала что это именно будет астрология наверное первоначально меня просто тянуло к звездному небу я особенно вот вечером или там ну любила посмотреть на небо и искала там спрашивала там у своей тети там если мы вместе шли что это за созвездие вот мне всегда почему-то это нравилось и нравилась тема там как расположены планеты там в космосе как ну как земля вращается там вокруг солнца как другие планеты в общем я вот даже у меня был есть брат я у него брала когда-то книжку по астрономии еще у нас почему-то ее в школе не было у него было наверно на каком-то этапе астрономию школах отменили ну вот я у него брала эту книжку и читала конечно там было все так для меня не сильно понятно ну еще второй момент почему я этим увлеклась потому что у меня день рождения он на стыке знаков я вот никогда не могла понять то ли я телец то ли я близнецы вот в одном гороскопе там читаю я телец другом читаю я близнецы и вот этот момент меня видно задел и я решила ну для себя вот узнать потом я поняла такой момент что знак там телец или близнецы или другой там знак это всего лишь положение солнца планету момент твоего рождения а также как бы гороскопе в натальной карте человека это планеты еще там и луна в каком-то знаке там и венера и марс и другие планеты они тоже находятся в каких-то знаках ну в общем когда уже мне было лет девятнадцать наверно может чуть больше я наткнулась на книгу с эфемеридами где там по получается по градусам по годам мы можно найти в каком знаке было твою солнце там момент твоего рождения но еще такой основной момент надо знать точное время своего рождения я своего точного времени рождения не знала и получается вот так если например я родилась там до 18 часов это еще телец а если уже там после 18 это уже солнце вошло знак близнецов ну потом уже когда я начала более углубленно когда уже появились эти астрологические программы астропроцессоры я уже много читала на эту тему сразу могу сказать я не профессионал я любитель я просто ну для своего интереса для своего развития я вот даже если я еду в какую-то поездку я всегда посмотрю транзитную ситуацию что ну это никогда не мешало там отменять я вижу например какие-то напряженные аспекты но никогда не переношу поездку потому что они есть и очень часто у меня в поездках бывают какие-то определенные проблемы вот я видела ну роскоп и вообще трензит и там такая тема что ты точно для себя ситуация если даже ты видишь что ситуация какая-то напряженная то ты не можешь придумать какой будет характер проблемы потому что это разнообразные могут быть проблемы которых но ты все равно не просчитаешь поэтому уже живешь как живешь но как говорится когда ты знаешь это уже для тебя какой-то плюс ты уже к чему-то можешь быть готовым вот такое у меня было начало в астрологии и вот сейчас для своих как бы подписчиков зрителей кому интересно хочу немножко рассказать как работать с астрологическими программами ну в общем на таком простом уровне что каждый сможет просто взять и построить свою натальную карту и почитать интерпретацию хотя бы компьютерную и что-то больше узнать о себе астрологических программ довольно много но я вот пользуюсь на ноутбуке у меня установлена программа за 9 если через интернет работает то я пользуюсь программой астропро а также просто можно ввести в поисковике построить натальную карту и высветится перечень сайтов на которых можно это сделать вообще как можно пользоваться вот этой например программкой устанавливаете ее открываем и вот высвечивается такой круг гороскопа вообще что такое гороскоп это но моем понимании это такие своеобразные часы которые наше солнышко и все планеты проходят за календарный год и это как бы символическое обозначение вот всех этих знаков и планет на таком круге вот у меня выставлены настройки на одессу например что можно здесь увидеть вот наводим на символ любой символ который вы увидите вот это символ и сразу обозначение символ солнца в каком у нас находится солнце сейчас знаки вот смотрим лев солнце находится во льве ну вот и где наводишь и там сразу высвечивается обозначение вот символ луны и сразу высвечивается градус и вот даже аспект высвечивается луна у нас вот сегодня идет по знаку рака венера вот знак венеры венера тоже идет по знаку рака вот навели на такой символ это марс а также вот в этой графе есть вот все эти планеты вот наводим на знак и сразу вы можете прочитать что это за планета вот даже не ничего вообще не понимаю не знаю в астрологии вы можете вот как бы для себя для интереса посмотреть и ну как бы просто понять что сейчас происходит на небе а как говорится что происходит на небе то происходит и на земле вообще его что вот это такое за линии красные есть вот зеленые но это все зависит от настроек значит есть аспекты напряженные есть аспекты ну такие помогающие как бы ситуации вот красные аспекты это напряженные аспекты напряженные аспекты это квадратуры и оппозиции вот сейчас у нас как мы смотрим вот по этой просто транзитной карте ситуации на небе как бы не прикасаясь вот не к чему-то конкретному гороскопу мы смотрим какая транзитная ситуация транзитная ситуация это значит ситуация которая вот у нас на определенный день вот сегодня на 27 07 2022 года кем мы тут видим аспекты солнце стоит в оппозиции к плутону вот тяжелый аспект а также и луна тоже стоит в оппозиции плутону потом сформировалась квадратура вот сатурн уран которая уже была и марс который идет на соединение с ураном тоже планеты такой взрывоопасной образует квадратуру к меркурию во льве ну это так и здесь вот например вы хотите понять что обозначают эти аспекты нажимаем на слово гороскоп вот тут вы можете ввести исходные данные также есть интерпретация нажимаете на слово интерпретация вот вы можете интерпретировать карту как прогноз на период просто как натал и вот еще есть по порядку домов или по порядку планет ну это поставить точечку кому как удобно и нажимаем выполнить вот выходит компьютерная интерпретация вот просто как описание текущего дня здесь много можно ничего почитать вот например за градус которым находится сейчас солнце что обозначает вообще вот этот пятый градус льва потом в каком знаке и и градусе находится меркурий луна каком доме ну у дома они больше как привязаны уже конкретному гороскопу гороскопу например человека или страны ну а так как бы это не не привязка по домам потому что если поменяется время сейчас вот сейчас на 1654 а если например уже время будет там например 17 часов там 18 уже будет другая сетка домов вот как например для себя построить натальную карту заводим например любые данные ну там например поменяем например просто это там 08 08 2022 вот такого числа например родился человек и нажимаем а вот и нам еще что важно выставить время рождения сюда в это кошечка вы заносите свою дату рождения сюда заносите время рождения а также вам надо выставить город сюда вы забиваете город ну вот например у меня в этом там списке нету города нужного для вас например забьем город какой же например город забить не про например так сейчас не так вот не про у меня нету например в этом перечне я нажимаю на атлас городов вот есть такое окошечко атлас городов и вот высвечивается дни про петровск выбирают дни про петровск например и надо нажать вот выбрать для исходных данных на вот это вот окошечко выбрали для исходных данных и вот у нас получился такой конкретный гороскоп что мы можем узнать и вообще что важно например узнать ну важно в принципе все что здесь находится но самое важное положение солнца и луны вот смотрим солнышко вот оно но находится во льве находится в восьмом доме карты ну это уже как бы такая интерпретация можно почитать здесь что это обозначает но это надо заниматься астрология конечно это все понять потом вот луна она находится в знаке стрельца находится в первом доме потом важен сам первый дом первый дом описывает личность и здоровье и ну как бы все самое главное для человека это первый дом еще важен десятый дом десятый дом это наши цели по жизни наша карьера наш успех вообще по жизни чего мы достигнем седьмой дом это наши партнеры ну и четвертый дом это как бы такие кардинальные дома это вот это получается наши корни четвертый дом описывает нашу семью наши корни откуда мы пошли это такие как считаются самые основные дома второй дом у нас отвечает за финансы за ресурсы человека третий дом мы это такой меркурианский дом это отвечает за братьев сестер соседей за передвижение такие небольшие путешествия на четвертый дом как я уже сказала это наши корни наши родители пятый дом это дети это наш отдых потом праздники удовольствие символически как бы это знак льва шестой дом это наша работа повседневные обязанности седьмой дом партнеры восьмой дом это дом кризисный дом трансформации кризисных ситуаций а также финансов партнера девятый дом это заграница дальние путешествия высшее образование потом юпитерианский короче дом девятый тоже считается благоприятным десятый дом наша карьера наши цели одиннадцатый дом коллективы что еще ну тоже отвечает как бы за детей одиннадцатый дом и двенадцатый дом это дом нашего подсознательного можно сказать это можно сказать что это наши страхи все что очень далеко от нас а еще вот если вот так посмотреть то седьмой дом это как наши партнеры но также и наши открытые враги а двенадцатый дом это наши тайные враги вообще все что связано со снами с мистикой с тайнами вот все будет описывать ваш двенадцатый дом ну и как же пользоваться например этой информацией вы прочитали для себя все характеристики вашего гороскопа вашей натальной карты по интерпретации например вы можете это сделать на нескольких сайтах где-то больше информации где-то меньше я всегда много чего читаю и книг у меня много тоже ну вот например вы захотите увидеть что в каждый определенный день вас ожидает как можно сделать в этой программке в z построить например двойную карту вот вам надо высвечивается такая есть тут окошечко селектор типа карт вы на него нажимаете и вот вам надо построить например транзитную карту это значит транзит на сегодня вы берете нажимаете и вот есть у вас исходные данные это то которое вы вводили есть фоновые данные нажимаете на фоновые данные здесь также сама вводите на какую дату вы хотите построить также сама город в котором мы сейчас проживаете и нажимаете выполнить и вот получается у вас уже ваша карта вот здесь внутри а снаружи у вас идет уже планеты в теперешнем расположении и так же самое вы можете посмотреть положение солнца луны какие аспекты сейчас образуются и например какая луна там у нас сейчас растущая убил убывающая как все знают что на растущую луну лучше начинать какое-то дело она убывающая например лучше завершать какие-то дела если вы например хотите спланировать путешествие какое-то то надо посмотреть чтобы такие основные планеты солнце например и потом меркурий он отвечает за путешествие не образовывали таких тяжелых аспектов как квадратуры оппозиции вот эти крайние красные аспекты к вашим натальным планетам тоже к солнцу потому что еще важно посмотреть чтобы меркурий не был ретроградным когда меркурий ретроградные то случаются всякие задержки потери можно потерять документы или потерять билет или опоздать на самолет опоздать на поезд ну вот такие могут быть приключения как бы это не факт что у вас сорвется все но просто будут какие-то препятствия вот по таким как бы и мелочам можно немножко облегчить свою жизнь и жить так в соответствии как бы со звездами с планетами и вам будет намного легче можно избежать каких-то трудных ситуаций надеюсь что вам понравилось это видео эта тема вам будет интересно и если я увижу что действительно эта тема интересна по вашим лайкам комментариям вопросам обязательно буду ее развивать есть что рассказать и по текущей ситуации вот которая сейчас у нас происходит в стране почему сейчас мы дожили до такого как бы времени что в нашей стране война это мой взгляд будет на эту тему ну я должна знать что эта тема интересна моим зрителям тогда будем уже об этом говорить до новых встреч всего вам самого хорошего мирного неба над головой чтобы все было у всех хорошо